Туалеты на пляжах должны быть бесплатными, иначе с арендаторами договоры будут расторгнуты. Об этом заявил Анатолий Пахомов по итогам обхода пляжных территорий. Снести в пятидневный срок судьба бывшего рыбзавода, угрожающего безопасности отдыхающих, решена на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Праздник песни в Сочи на финишной прямой. О планах на следующую паровую олимпиаду говорили на курорте. Сочи начал и завершит всроссийский беговой сезон. Осенью на курорте пройдет первый международный марафон. Правила игры для застройщиков обсудили на совещании по градостроительству Краснодара. Вениамин Кондратьев встретился с архитекторами и руководителями строительных компаний. Главным вопросом стало сохранение уникального облика города. Так, например, постепенно уходит от точечной застройки. За шесть месяцев власти выдали всего лишь четыре разрешения на возведение одиночных домов. Для сравнения, за этот же период в 2015-м их было 26. Подробности в телеверсии предлагаю посмотреть. Добрый день, коллеги. Это наше сегодня уже третье совещание по проблемам градостроительства. Были правила игры, которые действовали и которые работали. Конечно, сегодня мы видоизменяем правила и говорим о том, что сегодня нужен нам чуть другой Краснодар. Мы сегодня уходим от точечной застройки в городе Краснодаре. Именно в историческом центре. И сегодня надо понимать, что исторический центр должен остаться таким же комфортным, удобным для жизни и для наших последующих поколений. От нас зависит его облик. И только от нас. И от сегодняшнего строительного комплекса. Здесь никто строительный комплекс в крае или в городе не убивает. Просто мы говорим, коллеги, давайте придем к определенному знаменателю, к определенным правилам. Давайте придем к тому, чтобы правила землепользования и застройки соответствовали генплану. А генплан соответствовал правилам землепользования и застройки. Но не может быть вахханалия. Мы не можем строить по понятиям, коллеги, но уже сто раз говорил. И каждый как договорился, насколько договорился, настолько и поехал. Настолько этажей поднял. Даже не просто вахханалия. Это какой-то умышленный произвол, притом граничащий с безрассудством. Те, кто решает эти вопросы за счет того, чтобы просто сделать какую-то экономику. Коллеги, благодарность потомкам через 20, 30, 50 лет, она никаким рублем не измерится. Я давал поручение, чтобы мы привели в соответствие генплан с правилами землепользования и застройки. Чем быстрее мы это сделаем, я еще подчеркиваю, не останавливая строительство или застройку Краснодара, тем это будет лучше. Юрий Николаевич, Вам слово. Коллеги, добрый день. Повышается ответственность в работе и при выдаче разрешений на строительство. Вдвое возросло число отказов в разрешении строить со 109 в 2015 до 201 в текущем году. Основная причина отказов была сформулирована в виде поручений в нашем январском совещании. Это несоответствие зон по генплану и правил землепользования и застройки. По моему поручению, еще в июне я говорил, что надо сделать реестр так называемых надежных застройщиков. Мы его сделали? Мы его сделали. Месяц назад в этом реестре было первые 36 компаний. На сегодняшний день около уже 60 компаний вошли в этот реестр, по которому покупатель будущего жилья может оценить, что это за компания, каким активом она обладает, самостоятельно ли строит, наличие техники, наличие налогов, количество проблемных домов. Это те застройщики, за которые, в принципе, власть несет ответственность и гарантирует, что те, кто приобретает у них жилье, защищены и находятся под гарантией государства. Те застройщики краевых властей и муниципальных. А все остальные, которые не попали, допустим, и с ними, те, кто хочет перебрести жилье, вступает в договорные взаимоотношения, это их коммерческий риск. То есть в этом случае мы определили правила игры, и теперь, пожалуйста, все, кто хочет быть дольщиками, должны играть по этим правилам. И власть вот здесь сделала все для того, чтобы увести людей или тех дольщиков потенциальных от этого коммерческого риска. А вот единый МФЦ для застройщика, мы его создали или не создали? На сегодняшний день ведется работа с Андреем Анатольевичем Алексеенко, для того, чтобы мы понимали единые правила для ресурсоснабжающих организаций и строительных организаций по получению технических условий и по возможности их реализации, чтобы не получить дома без сетей. Коллеги, я просто говорю о том, чтобы подключения к сетям были реальными. Именно в этой части. А не вымышленными. И не надо же их перепроверять, эти вот ресурсы и лимиты. И не за большие деньги в том числе. А получается так, без денег ничего никому нет, а за деньги все есть. Поэтому МФЦ, я надеюсь, он делает прозрачными эти взаимоотношения. И такого быть не может, что не было лимитов, и для кого-то они появились. Второй момент, на который я хотел бы еще обратить внимание, это долгострой. Вот Владимир Владимирович, что с ними делать, если больше пяти лет оно стоит? Его и домом не назвать. И уже строящимся домом тоже сложно. Все дома, которые сегодня являются проблемными, мы их знаем. Большая часть из этих домов – это проблемы обманутых дольщиков. Необходимо и создаю ассоциацию дольщиков по проблемным домам под своим руководством. Главное, чтобы знать, на самом деле мы это делали в уровне, потому что и так, если свыше пяти лет он стоит, не строится, то абсолютно верно, что тревога уже не за горами. И здесь надо максимально уже реагировать сейчас на то, что происходит. Еще третья тема, о которой я хотел обратить внимание, все-таки при проектировании микрорайонов. Первое, что должно проектироваться, это школы, там, точнее, должны быть отражены школы, детсады и поликлиники. А потом уже жилая застройка, жилые дамы. Разрешите вас поблагодарить, что вот третья встреча, они просто не проходят как разговор. А вопросы, которые мы задавали, они сняты. Надо дать должное. Вот мы услышали, приняли игры, это правила игры ваши. И нам дать должное, что сегодня нас услышали. В контексте этого разговора есть один вопрос, хотелось бы его очень поднять. Сегодня разделили практически строительный комплекс. Предприятия строиндустрия, они ушли в промышленность. И остались чисто только строители, когда раньше они были в одном кулаке. Вот, Юрий, скажите, есть строиндустрия, бизнес, есть строительный бизнес. Вот давайте попытаемся, на самом деле, их в один холдинг собрать. Понятно, где-то по-разному, но собрать. Попытаться с ними договориться о преференциях в странах государства, на уровне муниципалита и субъекта. И чтобы они попытались заработать вместе. Вот вариант. Принимается. И такой вот холдинг, пусть его образуют на Кубани, в нашем регионе, он будет первым. Вот такой союз между индустрией и самим строительным бизнесом. Строиндустрия и строебизнес. И тогда они будут балансировать, как попытаться. Это рыночный способ, но, поверьте, где-то как-то кто-то кому-то уступит. Где-то пойдем на преференции, где-то пойдем на что-то. Но попытаемся эту модель запустить. Коллеги, ну все, будем завершаться. Архитекторы меняются, главы городов меняются, мэры меняются, и губернаторы тоже меняются. Вот генплан должен остаться. Давайте сделаем такой генплан, чтобы и через 100, 200, 300 лет наши потомки гордились. Почему мы не можем жить в будущем? Почему мы живем экономикой собственного кармана? Своих внуков или правнуков в глазах, представляете, они будут ходить по какому городу? На наш век хватит еще деревьев, зеленых скверов, парков хватит. А вот они, к сожалению, могут их видеть только на картинках. Я тоже хочу сказать спасибо за понимание. Я чувствую и по глазам вижу, но есть. Поэтому давайте сделаем дело, давайте сделаем результат. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования жителям Франции в связи с трагедией в Ницце. Накануне в ходе празднования национального праздника неизвестный на грузовике врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют на английское набережное курортного города. Погибло около 80 человек. Вот что Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере. Соболезную всем жителям и гостям Франции. Страшный теракт. Мы живем в сложное время и должны быть готовы к любой угрозе. Темой безопасности пренебрегать нельзя. Не имеем на это права. Также Вениамин Кондратьев добавил, что в Краснодарский край сегодня приезжают миллионы туристов. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы отдых на Черном море был спокойным и безопасным. Профсоюзный санаторий «Кавказ» ждут серьезные проверки. Об этом стало известно сегодня после осмотра главой города пляжную территорию, которую арендует эта здравница. Были претензии к другим организаторам пляжного отдыха в Хостинском районе. Главу города интересовало прежде всего то, без чего не может работать ни один пляж курорта. Это количество раздевалок, наличие спасателей, душа и, конечно, состояние самой береговой полосы. Так, на пляже санатория «Кавказ», длина которого почти 300 метров, всего одна раздевалка. Отдыхающие жаловались, что им по полчаса приходится стоять в очереди, чтобы переодеться. Набережная больше похожа на стройплощадку. Спасательная лодка находилась не в море, как положено, а на берегу. Претензии у мэра были и к спуску к морю. Это что у нас по-профсоюзному? Взяли машину или миксер бетонной мешалки, слили сюда, как она расплылась, так расплылась. На пляжах Освод и пансионата «Кристалл» проблемы с туалетами. В первом случае они оказались закрытыми, во втором – платными. Туристы недовольны. Каких-либо вразумительных объяснений по этому поводу получить не удалось. Почему вы все делаете для того, чтобы люди были недовольны от отдыха в Сочи? Ну кто, в какой стране мира возможно? Послушайте меня, кто такой туалетом торгуете? Человек, если он не пойдет в туалет, он пойдет в море. Туалет бесплатный, в услугах. Понял. Глава города дал поручение проверить все пляжи. И если выяснится, что туалеты на них платные, то с арендаторами расторгнут договоры. Также в ближайшие два дня на всех пляжах хосты по ночам, чтобы не мешать отдыхающим, будет работать техника. Берег расширят и уберут булыжники. Денис Романов, телекомпания «ФКТ». Здание бывшего рыбзавода рядом с Адлерской набережной будет снесено. Такое решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Комиссию ПЧС собрали после последнего визита туда главы города Анатолия Пахомова. Одна из стен рыбзавода рухнула, и здание уже стало создавать реальную угрозу для отдыхающих пляжа Чайка в Адлере. В тот же день по просьбе мэра прокуратура потребовала от собственника рыбзавода принять незамедлительные меры по недопущению причинения вреда здоровью и жизни граждан. Районная администрация направила документы в Следственный комитет для проведения проверки. Напомню, что рыбзавод не работает уже больше 15 лет, и собственник не принимает никакого участия в решении вопроса с аварийным зданием. Обязали собственника данного объекта, чтобы в течение пяти дней они немедленно приступили к сносу объекта. Если собственник не приступит самостоятельно к сносу, было принято решение о выделении дополнительных средств из резервного фонда и будем сносить за счет администрации города. После эти деньги будут взысканы собственника, который, кстати, последние годы проживает за границей и уже на днях должен приехать в Сочи на встречу с главой города для решения в том числе вопроса с дальнейшей судьбой этой территории. Сочинский хор может стать участником следующих всемирных хоровых игр. Игра об этом стала известна на встрече главы города Анатолия Пахомова с официальной делегацией из Южной Африки. Слово Еленя Всециной. В Сочи прибыла официальная делегация из ЮАР. В администрации города состоялась приветственная встреча с главой города Сочи Анатолием Пахомовым и обществом интеркультура. Как известно, именно Южная Африка примет через два года следующие хоровые игры. «Для нас хоровая Олимпиада – событие чрезвычайно важное. Мы не только будем говорить от имени города Ацвани, а от имени всего нашего континента. Мы будем показывать, кто мы есть, какие у нас люди, какая природа. У нас даже город есть. Он называется «Мамелодия» в переводе «Мать песен». У нас выдающиеся коллективы, певцы как раз из этого региона. И мы готовы их показать всему миру». Завтра на торжественной церемонии закрытия, которая состоится в ледом Дворце Большой, ЮАР примет у Сочи флаг Всемирных Хоровых Игр. А наш город начнет тем временем подготовку к участию Сочи в юбилейной хоровой олимпиаде, которая состоится с 4 по 14 июля 2016 года в столице ЮАР. Уверен в том, что после проведения Всемирных Хоровых Игр у нас город будет практически в каждом микрорайоне иметь свой хор. И естественно, что будет большой хор города Сочи, который будет принимать участие во всех мероприятиях. И в первую очередь во Всемирных Хоровых Играх, потому что мы были также участниками этих Всемирных Хоровых Игр и местом проведения их. А в Сочи праздник песни подходит к финишной прямой. Завершаются конкурсные прослушивания и остаются приятные воспоминания. Мне очень понравился парад наций. Я был воодушевлен, как мэр ехал в кабриолете и приветствовал всех горожан. Это был очень красивый жест. Мне понравилось, что город чистый, город приветливый. Мы проводим мероприятия в разных странах, и каждая страна уникальна по-своему. Но Сочи, он действительно имеет свой характер, и он действительно уникален. Участники сегодняшней встречи обменялись подарками и опытом. У двух городов одна общая культурная и спортивная история. Сочи провожает Хоровую Олимпиаду и встречает Чемпионат мира по футболу в 2018-м. А ЮАР в это же время встречает Хоровую Олимпиаду, а ФИФА у них проходил в 2010-м году. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования жителям Франции в связи с трагедией в Ницце. Накануне в ходе празднования национального праздника неизвестный на грузовике врезался в толпу людей, которые пришли посмотреть салют на английское набережное курортного города. Погибло около 80 человек. Вот что Вениамин Кондратьев написал в своем твиттере. Соболезную всем жителям и гостям Франции. Страшный теракт. Мы живем в сложное время и должны быть готовы к любой угрозе. Темой безопасности пренебрегать нельзя. Не имеем на это права. Также Вениамин Кондратьев добавил, что в Краснодарский край сегодня приезжают миллионы туристов. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы отдых на Черном море был спокойным и безопасным. Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла с рабочим визитом в Краснодарский край. Вениамин Кондратьев представляет заместителю председателя правительства социальные объекты курорта. Во время визита в культурно-оздоровительный центр «Премьера» шла речь о необходимости изменить подход к закупкам продуктов питания для учреждений детского отдыха. Ольга Голодец и Вениамин Кондратьев осмотрели корпуса детского центра, особое внимание уделив организации работы столовой. Губернатор отметил, что сегодня критерием при выборе поставщика продуктов питания в системе закупок является цена. По мнению главы региона, этот принцип необходимо пересмотреть. Я считаю, что на тех, конечно, сегодня нельзя экономить. Вопрос только в том, что здесь должно быть, в первую очередь, и качество. А, к сожалению, если это государственная закупка, то, конечно, в основу ложится цена продукта. Вот здесь, если это возможно, проработать, внести изменения, существующие нормативные акты, в том, чтобы в основе все-таки продуктов питания, которые приобретаются для детей, наши сегодня учреждениями, которые оказывают любые услуги, вот здесь в основе должна быть не только цена низкая, а качество в первую очередь. Кроме того, вице-премьер и губернатор побывали во Всероссийском детском центре «Смена», где встретились с расширенным составом национальной сборной WorldSkills Russia, которая сейчас готовится к чемпионату Европы. Миллион гражданских дел были рассмотрены в прошлом году в судах Краснодарского края. Такую цифру озвучили в Сочи на заседании, которое провел председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Участие в заседании принял и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что регион третий после Москвы и Московской области по численности населения. Дополнительную нагрузку на судебную систему края создает ежегодный поток туристов почти в 14 миллионов человек. Это очень серьезное совещание для развития в целом судебной системы в Российской Федерации. И, конечно, для нас почетно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что оно проходит в Краснодарском крае, в Сочи. Я могу говорить от жителей нашего края, у которых сегодня объективно один запрос к судебной системе, к судебной власти, к судьям – это на объективность, беспристрастность принятия судебных решений. И, конечно, нет потребности наказания тех, кто нарушил закон. В этом субдеке Федерации рассматривается очень большое количество дел. Наверное, по объему, самое большое в Российской Федерации – и суды общей юридикции, и суды арбитражной системы. В большей мере их рассматривается в гражданско-правовом направлении. Это гражданские дела, связанные с спорами об имуществе, земельные споры, кадастровые споры. Глава региона призвал усилить работу судейского корпуса в части экономических преступлений. И на фоне кризиса их число растет. И подобные нарушения закона, по словам Кондратьева, преступления не против цифр, а против людей. И ответственность в этих случаях должна быть максимальной. Неприкасаемых для судов быть не может. Я как губернатор принимаю решения о проведении распоряжения и постановлении. А вы выносите приговоры, принимайте тоже решения. Кстати, важно, чтобы и меня, как губернатор, и вы, как судейское совпаде, не потеряли морального права принимать решения и постановления вверх, как губернатор, и вы, как судей. На заседании в Сочи обсудили подготовку к 9-му Всероссийскому съезду судей. Планируется, что участие в нем примет Владимир Путин. Проект «Открытое море в действии». Арендаторы и собственники местных кафе, расположенных на набережной, приступили к реконструкции территорий своих заведений в соответствии с требованиями благоустройства, главной из которых – сделать пляжи максимально доступными и открытыми. Это коснется и стиля кафе, расскажет Инга Габешия. Теперь общей стилистикой вот этого кафе на центральной набережной станет легкий палубный стиль. Столы застелили белоснежными скатертями, а громоздкие диваны заменили облегченными стульями. Но главное – здесь демонтировали несуразные конструкции и очистили заведения от излишней рекламы. Городская набережная – это единый красительный ансамбль. Предприниматели все это понимают, они получили эскизы, и в соответствии с этими эскизами мы приводим это в соответствие. Всевозможные кафе расположены в самом начале пляжа «Маяк». Поэтому восприятие центральной набережной зависит в том числе и от внешнего вида данных заведений, отмечают власти курорта. Теперь здесь будет другая эстетика, обещают специалисты. Веранды в виде продуваемых ротонт, облегченная мебель – одним словом, средиземноморский стиль. Это еще одна из задач наряду с проектом «Открытое море», которое будет способствовать привлекательности курорта. Мы проводим демонтаж конструкции шатра, убираем диван и ставим мебель, легкую конструкцию, зонтики. И все будет легко, воздушно, красиво, прозрачно, свободно. Мы же тоже жители этого города, все понимаем. Всем хорошо, почему нет? У нас больше гостей, и отдыхающим больше просторов. Так что мы только за. Борьба за доступность пляжей продолжается. Незаконные павильоны демонтируют, остальные меняют свой облик. И чтобы не доводить дело до судебных разбирательств, руководство города рекомендует владельцам кафе вовремя выполнять законные требования мэрии. Инга Кобейшая, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Государство усилит меры поддержки коренных малочисленных народов. Такое заявление сделал заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальности Андрей Меженько. Накануне он побывал в аулах Лазаревского района, где проживают представители адыгского этноса. Инициатором этой рабочей поездки стал член Общественной палаты России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. Лазаревский район, мост через реку Шахэ. Именно здесь представители адыгской общины встречали гостей. Член Общественной палаты Российской Федерации Константина Затулина и заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальности Андрея Меженько. На одной из предыдущих встреч местные жители попросили Затулина привлечь внимание федеральных властей к решению давних проблем шапсукского населения, главной из которых – ограничения в землепользовании. И вот долгожданный визит. После знакомства с историческими достопримечательностями в ауле Шхафит гости побывали в штаб-квартире общественного движения ДГХС и редакции газеты «Шапсуги». Здесь бережно хранят традиции этого малочисленного коренного народа, не упускают из виду и проблемы, с которыми он сегодня сталкивается – свой быт, своя культура и язык. Иностревшая необходимость сохранить свою исконную среду обитания. Без согласования с местным населением, без согласования с нами, в промышленных масштабах начинают использоваться природные ресурсы, что наносит ущерб природной среде, исконной среде обитания, экологической среде. Люди возмущались тем, что ведется добыча гравия в промышленных масштабах, это ведет к серьезным последствиям экологическим, а нашего участия здесь никакого нет. Разрабатывают карьеры, рубят лес, а местным жителям остается только молча наблюдать за происходящим. Дело в том, что аулы, в которых сегодня живут шапсуги, не вошли в перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов, а значит, в правовом смысле они беззащитны. Собственно, чтобы наделить эту этническую группу законными правами, и приехал по просьбе директора Института стран СНГ Константина Затулина представитель Федерального агентства по делам национальностей. Поездка была очень продуктивная. Мы посетили и школу, где изучается адыгский язык, и посмотрели инфраструктуру населенных пунктов. И теперь у нас с активом общественных организаций налажено плотное взаимодействие. Вместе будем с ними думать, как сделать нашу жизнь лучше. В помощь местным жителям и программа поддержки малочисленных коренных народов. Ее на данный момент разрабатывает это федеральное агентство. А вот как раз представитель коренного малочисленного народа Шапсук Айса Ачмизов. Он основатель этнотуризма в Сочи. За чашкой чая знакомит гостей с историей своей семьи и народов Черноморского побережья Кавказа. Через дорогу от его дома образцово-показательная чайная плантация. Он обрабатывает ее за свой счет. Это, пожалуй, одна из немногих территорий бывшего совхоза, которая используется эффективно и по назначению. Метод отдать части их земли в субаренду не проходит, потому что есть ограничения по срокам субаренды. И люди как бы не готовы на 11 месяцев брать землю, которая принесет плоды и доход только через несколько лет. Поэтому здесь необходимо вносить изменения. Но прежде всего, хочу сказать, надо у неэффективного собственника отобрать ту землю, которую он не использует. Но это вопрос не одного дня, конечно. Побывав в аулах Калеш и Хаджико, Большой Кичмай, делегация отправляется в Тхагавш, перенесший в начале июня удар стихии. Сегодня жизнь этого населенного пункта возвращается в привычное русло. Работы по ликвидации последствий наводнения практически завершены. Накануне жители устроили праздник для тех, кто помог им в трудные минуты. Города, независимо, грек он, армянин, русский, вложили физический труд, в резиновых сапогах разбирали, разгребали эту грязь. Я видел, что здесь происходило. И трудно себе представить было тогда, что вот в таком виде это будет сегодня. Вы совершенно правы. Между тем, есть еще над чем поработать. К примеру, отремонтировать здание администрации, которая первой приняла удар стихии, не пощадила большая вода и детскую площадку. Впрочем, некоторые вопросы, которые также курировал Константин Затулин, уже решены. Так, в том же Большом Кичмай накануне возобновились поездки к 33 водопадам. Было найдено компромиссное решение между перевозчиками, для которых работа на туристическом маршруте, основной сезонный заработок, и правоохранительными органами, отвечающими за безопасность перевозок. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Ну а тем временем в рамках Певческой Олимпиады в Сочи сразу на нескольких площадках курорта продолжаются конкурсные прослушивания. Наша съемочная группа побывала в органном зале и послушала выступления смешанных камерных хоров. В зале органной и камерной музыки члены жюри прослушивали коллективы из Китая, России и Афганистана. Молодежный хор «Вессон» из Белоруссии для категории «Смешанные камерные хоры» подготовил народную программу. Коллектив исполнил русскую, белорусскую и китайскую песни. Последняя стала изюминкой выступления конкурсантов. В принципе, удивляли белорусы членам жюри вокальной Олимпиады в каждом из номеров. Народные песни молодежный хор исполнял в движении. Мы хотим представить не только пение, но и движение, потому что само по себе движение в народных песнях – это один из важнейших факторов, я считаю. Нельзя говорить «гоп», но рассчитываем на самые высокие места. В первую очередь, конечно, мы рассчитываем просто получить максимальное удовольствие от самой нашей работы на сцене, от пения, от взаимодействия друг с другом. Потому что именно это самое ценное в хоровой музыке, когда много людей как единый организм, как единым дыханием поют и таким образом творят какое-то музыкальное произведение. Для хора из Белоруссии это выступление последнее на всемирных хоровых играх в Сочи. Поэтому баллы, которые жюри присудят коллективу за сегодняшнее выступление, станут решающими. Но вокалисты подчеркивают основная задача их коллектива – тронуть сердца слушателей. Вообще в конкурсах и дружеских концертах в рамках хоровой Олимпиады участвуют профессиональные и любительские хоры из 36 стран мира. Также в рамках всемирных игр ансамбли, дирижеры и отдельные участники будут знакомиться с зарубежной хоровой литературой, разными вокальными направлениями и методами хорового исполнения. Сотрудничество с другими певцами под профессиональным руководством даст наглядный и открытый опыт абсолютно нового хорового исполнения. Ну, песенной музыки много не бывает. В Доме культуры юбилейный в рамках всемирных хоровых игр стартовал новый благотворительный фестиваль «Солнце красное». Взрослые и дети курорта, а также гости из нескольких российских регионов смогли поучаствовать в музыкальном празднике. Олеся Евдокимова – заслуженная артистка России. Коренная Сученка признается, она счастлива, что ее фестиваль проходит в родном городе. На курорт приехали выступать дети со всей России. Мы можем похвастаться, что для первого фестиваля, могу сказать, что у нас уже представлено несколько регионов. У нас есть из Тольятти, из Ростова-на-Дону, из Воронежа, из Норильска к нам приехал коллектив хореографический. Фестиваль «Солнце красное» фактически объединил два проекта. На сцену также вышли участники конкурса детского творчества «Хрустальный петушок». «Хрустальный петушок» – это наша первая ступень, которую мы проводим для наших деток с инвалидностью. А это уже другая ступень, это те детки, которые уже выходят в более большую такую жизнь, потому что они участвуют непосредственно уже в другом галоконцерте. Поэтому для сочинских детей этот фестиваль – как новый шаг вверх по творческой лестнице. Для них открывается возможность выступать на новых сценах по всей стране, говорят организаторы фестиваля. И для зрителей такие концерты, несомненно, приятный подарок. Чаще бы в нашем микрорайоне устраивали такие вот концерты. Мы тоже призывали людей, прозвонили всем соседям нашего микрорайона, инвалидам нашим. Как заверили организаторы, фестиваль станет традиционным, поэтому народные песни и авторские произведения с русским национальным колоритом еще будут радовать горожан. В Сочи впервые пройдет международный марафон, он же завершит беговой сезон в стране. 6 ноября около 4,5 тысяч спортсменов и любителей со всей страны пробегут по центральным улицам Олимпийской столицы. От морского порта по улице Арджуникидзе через Зимний театр, а также вдоль парков Дендрари и Ривьера. В марафоне планируют принять участие и олимпийские чемпионы. Сегодня они приняли участие в пресс-конференции. Идеолог и промоутер марафона – руководитель крупной спортивной сети. Под его руководством прошли забеги на трассе Сочи-автодрома 27 марта. На этот раз дистанция будет посложнее – 42 километра 200 метров со значительным перепадом высот. Отдельные зачеты предусматривает полумарафон, эстафеты на двоих и забеги на дистанцию в 2 километра 100 метров. Каждый забег разделен на 4 возрастные группы. В старте для новичков отдельный конкурс будет посвящен семьям. Тем более, что марафон пройдет в праздничный выходной день. И Сочи готовится принять единовременно около 13 тысяч гостей. У нас есть большой опыт. В плане безопасности мы гарантируем, что у нас вся инфраструктура будет подготовлена и работоспособна. И, конечно же, перекрытие потребуется. Но оно настолько будет незаметным для простых жителей города Сочи, настолько уже все будет отработано, четко и слажено с полицией, с другими участниками дорожного движения, что это пройдет безболезненно. Все участники получат фирменные футболки, медали и призы от спонсоров, а победители – дополнительные награды. Принять участие в марафоне планируют олимпийские чемпионы и другие известные спортсмены, а также любители бега из 29 стран. Заявки на участие принимаются на сайте топлигаран.ру. Уже принято около 200. Поучаствовать в межсезонном беговом празднике приглашают всех сочинцев и гостей курорта. Футбольный клуб Сочи открывает сезон. В нем команда сыграет во втором дивизионе зоны Юг. Бороться за Кубок России футболисты начнут уже в эту субботу. На центральном стадионе Югспорт состоится первый матч. Соперниками футбольной команды нашего города станут футболисты из Ростовской области. Команда «Чайка» выступала в первенстве Ростовской области среди команд высшей лиги и удачно показала себя на более высоком и уже профессиональном уровне в первенстве России среди команд 2-го дивизиона. Матч между Сочи и ростовскими футболистами начнется в 16 часов. Вход для болельщиков свободный. Тем более, что перед встречей будут подведены итоги конкурса на лучшую речевку в поддержку сочинской команды. Победитель конкурса получит сертификат на уикенд на курорте Горки-город. Что касается нашей команды, то в случае успешного для себя завершения поединка, следующая встреча у Сочи будет с новороссийским черноморцем 24-го числа. А выступления в чемпионате страны также во втором дивизионе наши футболисты начнут 28-го июля. Кстати, еще одна встреча с ростовской «Чайкой» пройдет 4-го августа на центральном стадионе Югспорт. И в завершении выпуска информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. С студией была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok